Приветище! Это Зелец Лёд Королевства, и мы продолжаем. Короче, короче, мы тут спасли Геруда от каких-то спора мутантов, которые из грибов вылуплялись. А они нас отблагодарили и сказали, ну знаешь, что нам как бы нужно с бурей что-то делать. И говорит, нужно найти в пустыне три столпа, и там где-то что-то свет должен падать. Вот такие вот, смотри, три столба, вот, раз, два, три, и в центр должен свет упасть. Короче, пойдем искать все это дело. Сейчас я отсюда выползу с этой пещеры на поверхность, и будем решать эту загадку. А вот и мы, а вот и я. Насчет того, что мне писали про костюм. А что ты типа костюм огнестойкий-то не одеваешь? О, ты мина, что он огнестойкий, а не жаростойкий. Смотри на значок. Видишь, здесь написано огнестойкий. Это костюм, который мы использовали в Горанграде. То есть вот так вот он выглядит. И он нифига нам не поможет от солнца. Потому что защита от жары, она выглядит как солнышко. Все, я надеюсь, с этим мы разобрались. Чтобы больше не было таких комментиков. А это что там такое лежит? Секундочку, минуточку дать. А, это арбузы. О, то, что нужно. Отлично. Это я, пожалуй, возьму. Морозный арбуз. Жалко, конечно, что сейчас я его съем. И вот толку от него вообще никакого не будет эффекта, то есть. А вот мясцо от него толк будет. Сожрем мясцо. Значит, нам нужно искать колонны. Как их искать в такой метели? Правильно, сверху. Поэтому будем лезть наверх. Вот мы наверху. Давай смотреть, что мы тут вообще видим. О, сразу же колонну нашел. Походу, это она. Раз колонна. Там вот вдалеке еще одна колонна. А третья я не вижу. Там что это такое? Там святилище. Короче, третью колонну я пока не вижу. Может быть, это и не колонны вовсе. Зато там грибов, гляди, сколько. Дальше, что ли, прошел. Обычно грибы после дождя. Ну, в пустыне какой дождя чем-то я. Значит, мастерим мой вертолет. Вот, запчасть все здесь. Значит, короче, делаем следующее. Вот ставим вот сюда. Сделал вот такое вот чудо. Сейчас попробуем на нем полететь куда-то. Не знаю, получится у нас... Нет, фиговая идея. Мой мотик готов. Ю-ху! Оу-оу-оу-оу! Стой, 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 Линк. Что-то я куда-то застрял. Давай вперед. Срочно вперед и направо. Мы летим! Мы летим, но меня почему-то немножечко вправо сносит. Не понимаю, почему. Но, тем не менее. Видимо, криво прикрепил. Ух ты, елки-палки, юноб, не пугай меня так. Видимо, криво вентилятор прикрепил, и меня немножечко вправо сносит. Надо будет это дело поправить. Но мы летим, и мы все видим сверху. И это очень хорошо. Потому что по-другому, иначе мы бы не увидели эти столбы. А вот вопрос еще, как мне опускаться, как мне выключить вентиляторы, это тоже сложный вопрос. Так, кажется, нам надо падать уже. Падаем! Так, я держу, я держу. Нифига себе! Я не убился! Как это так, с такой высоты я не убился? Я успел, видимо, параплан распустить или что? Я жрал на параплан, но он не вылетел, я не видел. Доли секунды какие-то произошли. Значит, что здесь нам нужно делать? Я не понимаю. О, щель! Я вижу щель. Ее, видимо, разбить нужно. Сейчас, подожди. Камушек, если на нее скинул, пойдет? Хватит. Я когда-нибудь перекинул. Ладно, есть другой вариант. Вот это вот взять и шлепнуть сюда. О! Свет! Прям мне в глаза. Луч света показывает нам куда-то туда, но не видать куда. Давай обратно наверх. К моему матьку. Ну, значит, здесь мы разобрались. Мы запустили этот столб света. А на кой черт мы его запустили, я, конечно, не знаю. Он нас куда-то к чему-то ведет. Ой, мне опять жарко. Подожди, надо что-то схавать. Короче, предлагаю сейчас себе сделать это. Это арбузная ассорти охлаждающая. Сейчас два казана выкину здесь. Во! Закидываем. Ну, защита от жары на 7 секунд. Отлично, то, что нужно. И тут тоже. Вот так вот. Шикарно! На 10 минут. Переворачиваем мой драндулет. Сейчас я посмотрю изъяны его. Почему меня немножечко косит. А, ну правильно! Вот почему меня косит. Потому что вот этот пропеллер стоит неправильно. Сейчас мы его попробуем установить правильно. То есть вот так. Ну-ка, а теперь что скажешь? Полетим нормальненько. Все окей. Нет, все равно меня косит. Все равно меня косит. Но я лечу. Теперь нам нужно в ту сторону. Вон к тому столбу. Так, луч света падает туда. Не знаю, зачем нам. Может, получу света сперва полетать. А не? Ну, да столпа-то ближе. Поэтому летим к нему. Все-таки. Хелстон у нас заканчивается топливом. И сейчас будем падать. Так, надо сожрать вот эту штучку одну. Я думаю, мне хватит. Э, что мы падаем? С чего это мы падаем? Даем. Ёлки-палки, моталки. А, о! Отлично! Вот это мне пригодится. Я надеюсь им... О, ты видел? Там мупыри эти ходят. Я, короче, сюда залетел. Сейчас посмотрю, что там у нас наверху. А! Гляди-ка, здесь у нас зеркальце уже стоит. Так, минутку, секунду. Что тут? Ой! Непонятно какая-то ерундовина. И мне надо это... Мой ледофрукт срать. Хаваем. Так-то лучше. Тут, короче, какие-то запчасти. На кой черт мне такие запчасти? Давай, короче, наверх поднимемся. Посмотрим, зачем там эти запчасти. Посмотрим, что к чему. А-а-а! Все, я понял. Здесь эта штука сломана. Здесь вот эта штука сломана. Так, и пускай она тут сломана. Я же смогу сюда ноготь гоблина прицепить? Вот взять в руки. Ну, ноготь такой себе, конечно. Ну, в принципе, сейчас я попробую его прицепить сюда. Так. Так-так. Вот я его цепляю. И такой... А-а-а! Так не получится? А если... Если вот так? Не поехали. Ну, вот, я вот так вот крутить могу. Все. За ноготь. Подожди, я вот за эту... Так же тоже могу крутить? Нет, так не могу. Короче, ладно, пусть тут ноготь будет, а я вниз спущусь. Ну, мы, короче, линзу эту крутим, крутим, крутим. А на кой черт мы ее крутим, непонятно. Значит, те запчасти нам, в принципе, не нужны. Они нужны были для того, чтобы я их поднял наверх. Где мой самолет? Где мой... Вот он, мой вертолет-самолет. О-о-о! Тут грузофрукты! Отлично! Ничего себе! Вот это свет, да? Смотри, как светит ярко. Его видно даже в пустынной буре. Ничего себе. Ладно, полетели, короче, туда. Мне этот свет нужно как-то направить. Как-то куда-то направить. Взлетаем! Прощайте, упыри. В них что-то там было. Подожди, 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 подожди. А что это у вас там, это, торчит? А это что такое? Стрелы? У вас кто-то с стрелами? Подожди, тут, короче, разборки походу пошли. Ребята кинулись без моей команды. Ну ладно, пускай воюют. Я вот это вот все пособираю. А вот это что за... Это ули тоже? Это гриб, что ли? Нет, это не гриб. Что это такое тут? А непонятно. Просто укрытие какое-то из песка. Так, стрелы. Я сейчас пособираю их. Ну да, в них стрелы, короче, проткнуты. А можно просто подойти и стрелы пособирать? О, можно. Отлично. Ну, биться я с ними не буду. Я, короче, полетел. У меня важных дел дофига. Лети гел! К лучу света. Короче, лечу я, лечу. А снизу вообще ни шиша не видно. Так, погоди. Луч света нас привел к еще одному столбу. Ой, стой, стой, стой. Я там, походу, спрыгиваю одновременно. Забыл, бро, ботворейки. Ботворейки мои. Нет, я не спрыгиваю. Нет, я спрыгиваю. Черт. Капец. О, там кто-то костер разжег. Смотри. Блин, меня разворачивает. Ёлки-палки. Ну, почему меня разворачивает? Стой, стой, стой. Мне надо вон туда, к столбу. Вот сюда вниз. Вот. Там электрошоки какие-то снизу. Ёлки-палки. Что, все, надо падать. А это что такое? Так, погоди, я там еще что-то увидел. Нифига не понятно, потому что... Потому что... Ау! Короче, когда я падаю вместе с машиной, то мне пофиг. Так. Вон там, смотри, рубильник есть какой-то, по всей видимости. А тут ничего нету. Здесь зеркало есть. А-а-а. Ну и видишь, короче, вот этот столб, он маленький слишком. Он не достоит до луча света. Нам нужно его развернуть. Развернуть. Ну, точнее, вытащить из земли и повернуть. Чтобы луч света попал в линзу и направился к третьему столбу. Вроде бы как-то так. Сейчас, давай тут поднимемся, посмотрим, что там. Моя банда там разберется с этими спорами. Или не спорами. Так, значит. Покрутили. Это не... Чё-то как-то плохо крутится. Чё-то мы крутим, но непонятно, чё-то происходит или нет. Может, другую сторону? О! Поднимается! Ништяк. И сейчас луч должен попасть в линзу. Да! У-ху! О, так я сразу направил, что ли, и тот ещё? Погоди, нет. Тот... Короче, надо теперь обратно лететь. И дёргать за нокоть. Сейчас кактусы пособираю. Грузалис. Пойдёт. Так, где мой этот пропеллер? Никто его не стыбзил отсюда. Где я упал вообще? Вот он мой сладенький стоит где. Полетели! Вот мы вернулись ещё к одному столбу. Сейчас мы там всё повернём. И я надеюсь, что мне больше этот мотоцикл не понадобится. Так, а там чё? Чё, чё? Сундук? Нет, показалось. Проглючил. Ну чё, ноготочек? Давайте я буду крутить-вертеть. Нам нужно его направить куда-то в центр. Вроде бы. Всё крутится, всё хорошо. А где здесь центр, кстати? Я вот в душе ничаю. Здесь центр. Я вообще правильно кручу? Так, давай так вот. А, надо было треугольник просто сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты! Чё это за фигулина? Ноготь можно забрать. О, нам тут больше не нужно. Так, где эта фигулина вылезла? Где-то в центре, да? Поэтому полетели мы в центр. Нишишаш не видно, ёлки-палки. А, ну вон маячок есть. Ну то есть вон туда нам надо. А маячок теперь уже не видно, потому что... В буре-то все компасы у меня по одному месту идут. Всё, я добрался. Хорошо, что сейчас ночь. А то я бы здесь... О, Зельда! Чертяка такая. Линк! Ридж? Ничего себе, какая она быстрая. На морже прилетела. Линк, ты видел? Это же Зельда! Да я не слепой как бы. А, теперь её нету. Ой, она пропала. Чёртова неуловимая Зельда! Все за ней гоняются, а она вот... Кукиш с маслом нам показывает всем. Ну то есть фиву. И чё делать, бить в гонг надо? Йеноба! Давай вжарим твоими мощными каменющими бошками! Нет. Тогда, Риджи, твой выход. Я сразу примчалась, как только увидела, что красные колонны засветились. А, тут твоя молния нужна, тут твоя способность нужна. Давай, молнии шандарахни. Мы уже дважды видели кого-то, напоминающего Зельду. Не похоже, но просто совпадение. Но, к сожалению, сейчас нам не до этого. Линк, скажи, ты пробудил колонны? А ты чё, сама-то не видишь тут? Чё вообще тут происходит? Там свет в потолке, ну, в смысле, на небе светится. Если я всё правильно помню, на плите была эта строка. Треугольник из света озарит камень молнии и откроет путь. Может, здесь пригодится моя молния? Давай, шандарахай. А, блин, у меня лука нет. Она же сама-то не может шандарахнуть, ей же всё надо направлять. И... Да ёлки, хватит уже из-под земли, из песчаных этих... Вот, доставать всё. Огромный песчаный храм. Ну-ка, первое. Египетская пирамида, да что происходит-то? А-а-а, это мы царство грибное достали. Дай угадай, мы сейчас там Зельду увидим, как она к воротам подходит. Способности Риджу повелевать молнией. Благодарю. Скоро в моей банде инкарнации будет пополнение. Риджу даст мне свою силу, и перчатка Таноса будет собрана полностью. А потом я сделаю щелчок и просто разрушу пол Хайрула. Ээ, ладно. Если б я был Таносом, но я же не Танос, я же... Добряш, Линк. Тут, походу, молнией надо будет шандарахнуть. Сейчас вот по вот этому кокону. Храм Грома. Место с плиты, с клинописью. Что-то много С. Место с, с клинописью. Что за перевод? Ну что? Какие предложения? Споры пока не лезут. Давай сразу туда шандарахнем, да? А, да к Риджу. Блин, Риджу. Давай-давай, заряжай. И я вон туда. Королева Гибда. Губитель храма Грома. Какая противная штука. Клин, смотри, вот кто вызвал бурю. Это из-за нее все наши беды. Клин, помоги одолеть ее. Я поджарил молнию. Че я-то здесь опять? Каким боком? У тебя суперсилы. Так вот, кто вызвает Гибда. Давай сюда. Это, где у меня мощная какая-нибудь пуха с молнией? Да у меня ни шиша нету. Чем ее рубить? Давай вот этим. Осторожно. Спаси нас, Риджу. Так, ладно. Надо просто поближе подойти и шандарахнуть в нее стрелой. Стоять! Юноба бегает с мечом, как будто реально стоять боятся. Лови стрелу. Отлично. У нее такая же слабость, как у Гибда. Ну и здорово. Она зловена. Теперь наш старый забор. О, больно как. Надо сожрать что-нибудь. Вставай. Жопа ленивая. Один песок. Куда же она делась? На тебе. О, получилось ее ударить. Все, я сдох. Ну, один раз-то сдохнуть на боссе, это ничего страшного. Так, и самое главное, что сейчас ночь. Это очень мне на руку. Прям вот. Вот, что произошло? Что она такая психовная? Давай, стрела, стрела, стрела. Блин, пока я развернусь, как дед старый пенсионер. Блин, на! Есть попадание. Она повелела. У нее такая же слабость, как у Гибда. Не зашибись. Так, мне надо оружие поменять. Вот так вот. Она ослабела. Теперь наши удары сработают. А, теперь ее бить можно, да? Ну, я тогда подходил к ней, но что-то она у меня так шлепнула, мой. Куда же она делась? Стой, стой, стой. А где это? Иди сюда, иди сюда. Так, мне нужна вода, и я теперь беру, короче, вот этот меч. И все работает, потому что он же мокрый, потому что я сколько не в воды. Ах, черт, подойти бы к ней еще. Блин, плохо получается ее лупить. Еще, еще, еще дай мне. Еще силы свои дай. Так, а все, он это, блин. Он теперь не белый, и нужно заново молнию шлепать. Молнию свою давай. Исчез. Куда исчез? А, он там появляется. Бежим. Бежим, срочно, бежим. Кстати, не обязательно молнию Риджи использовать. У меня же есть молниеносные стрелы. Можно зарядить молниеносным чуча у него. На тебе. Так, получилось. Теперь мне нужна вода. Я бегу, бегу, бегу. Я бегу, бегу, бегу. Бегу, я уже здесь, я уже здесь. Надо по жопе ему надавать. Давай, 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 давай. Ай, хорошо. Ай, хорошо. А-а-а, больно. Я сдох опять. Да елки-палки. Бесячий босс. На самом деле, это, наверное, один из сложных для меня боссов. Наверное, только из-за того, что я еще к нему подход не нашел. Если найти подход, то он такой же, как и все боссы. На тебе. Ну почему я промахнулся? Я же был так близок. Да японский ты городовой. Ты просто скатись вот так вот. Ну понятно, что жопа. Так, меч нужен. Сразу меч достаем. Так, теперь с лука лупим по нему, по его... Да, блин. Понимай, я туплю. Ну ты-то что-то пущешь. Слабость, как у гибдал. Надо, короче, ее как-то уложить. Как-то уложить на лопатки. Ну как это сделать? Куда же она делась? Ее нога давай. Он ее поджег, но толку вот этого вообще никакого. Убегаем. На тебе. Хорошую пару ударов на мне. Что, она сдохла, что ли? Нет. А, подопечник, наверное, сейчас призовет. Неужели я так больно ее ударил? Ха, она свалила. Она сбежала куда-то на крышу, Линк. Если мы проберемся внутрь и там как-то поднимемся наверх, думаю, мы нагоним ее. Линк, нужно понять, как попасть внутрь. Так, что тут думать-то, а? Она меня начинает уже бесить. Ай, ее сила до сюда не дотянулась. Тут вот много всякого интересного. Тогда вот оттаскиваем. Что там у нас внутри? Огнемет. Кстати, да. А у меня нет щита с огнеметом? Есть. Щит с огнеметом есть. Буду его использовать, если что. Надо не забывать про него. О, а тут что? А-а-а, ве... Короче, ветер можем делать, чтобы, видимо, песок разгребать. Сейчас попробуем это сделать, кстати, здесь. Вот у нас глыбы песка. Мы берем, значит, наш веер. Ага, тут ничего интересного. Вот кнопка есть. Это то, что мы искали. Ставим на кнопку. Вау. Мы входим в чертоги этих насекомых. Факел есть. Ну, я бы его, конечно, взял. Сейчас, ладно, давай выбросим вот этот веер. Берем факел. Ну, чтобы уж совсем было эпично. Поджигаем его. Давай. Вот. И пошли. Спускаться. Медленно, как в кино. Кому оно надо, как в кино? О, кстати, не зря я факел-то взял. Здесь реально темно. Храм Грома. Уровень минус один. Подвальчик спустились. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Страшно должно быть. Тут факел. Давай подождем. Музыка такая интересная. Ага. Вот эти камни можно двигать, да? Ага. Так, а нафига мы их тут двинули? Потому что тут проход есть и там огонь. Огонь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, не страшно. Я сейчас наверх телепортнусь. Не сразу сообразил. О, привет. И пока. Дай-ка мне свое электрическое вот это вот. Глаз с грозового куса пригодится Здесь есть плита На ней что-то может написано О, там оружие Дай-ка посмотрю Сабля Геруда А у меня что? А у меня палка Ну у меня сабля-то уже есть Сабля Геруда Я из него посох сделал Получается теперь наверх А вот ей наверху Ой, сколько у вас тут Так, у меня есть предложение Из-за огня дальше Я вас сейчас сожгу всех Своим щитом Гори Гори, ясно И ты тоже, гори Во Классная штука на щите Огнемет Так, ну здесь можно пройти Используя те глыбы Вот эти вот, которые я отсюда вытащил Надо, кстати, сюда заглянуть, что тут у нас Может тут что-то интересное А тут А тут дохлик вон валяется Поливай его, линк О Меч сломался Ладно, берем копье Может в сундуке чудельное еще будет Топаза Копье я предлагаю выбрать Потому что она вообще никчемная И вот тут вот, может, что будет Вон там вот есть какое-то оружие Мне бы Это Одноручное что-нибудь Что это? Клеймор Двуручный Мне же надо щитом ходить На стол Зачем вы так надо мной Издеваетесь Так И вот так вот пропихиваю И здесь мы сейчас его Поставим Вот таким вот образом И все И нам не страшно Нам не страшен огонь А тут просто пробежим Опа Еще одна кнопочка А, она отключает огонь И открывает дверь Прикинь Беги, беги сюда Ой, елки-пак Нифига себе Ничего себе Вон там Вон там А там А там опасно внизу, да? Я просто думал Огненные шары? Туннельчик есть Опять тупик Стоять Стой 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 Давай Назад Если у меня такой метод не получился То давай так Будем пробовать Я думал Что он расшибется Камень об камень Все А он расшиб мой камень И дальше погодился Кидал опять же такая понтовая я за нее все дело дело я уже иду я уже здесь одноручный меч нет да кстати это по моему одноручный да мне твоя сила на пину отошли разошлись я дайте мне меч взять блин ребра вот ребра могу стрелу то японский ты меч и факел выкидываем боевой меч берем все осталось только его зачаровать грамотно и будет мощный меч у меня давай кстати вот ребро попробуем зачаровать понятное дело что она будет быстро ломаться но мы попробуем опля 46 дамаг вот такое вот оружие получилось какой-то даже не страшно и какой-то убогли но тем не менее дамажит ого-го свету пожалуйста сейчас мы кстати свет здесь сделаем а так вот не понял а чё это фонари с ними не крепится до фонарис не прикрепился потому что это гриб что-то вообще ничего не понятно почему фонарис тут не это вообще слабо светит возьму огромный чудо фонарис елки-палки да со светом тут туго ничего не сказать о там гробница внизу сейчас мы обскроем и тут лук лук геруда мне про него кстати в комментариях писали чё ты лук геруда не взял вот взял не надо на меня будь о по вылазит да ну так пофиг с ними пофиг чё ты тут риджу стоишь она уже спрыгнула вниз риджу когда ты мне нужна ты жопа блин грозовая да сейчас подождем когда он засветится в но же елки-палки вот так я бежим дальше посмотрели как гриб просыпался и идем по своим делам о свет наконец-то зал света надежды нет у тебя только не хватало ты видишь он сделал он короче чашку прицепил к своей руке роботизированный я чё в глаз не могу попасть линк жеванный торт почему мы в глаз там у него смотри сколько глаз ну в один то хоть попади там девять глаз было ладно хорошо сейчас попробуем еще разок вот прям в тот который светится да есть попадание подходим и добасим его щит поставь огнем красава у меня отлетела это фигулина блин ребра вылетели и все ну дубасти его уже я тут в сторонке поставят начинаете что такое о блин что вы там разобрали с ним нет долго будет дубасти он стрелять хочешь не надо меня стрелять где у меня щит не надо щит другой взять вот этот вот а блин а чё толку от щита если у меня двуручный меч в руках он берем боевой клеймор сейчас я его зачарую рогу голем возьму и зачарую вот и все ну кстати его парни уже разбили почти уху нормально да щит мой тебя опалил так и но посвали лук возьму вот это вот это вот все возьму вот это зачарованный меч плюс я бы тоже взял но нам что-то выкинуть ну там сейчас тут все раздуем таким вот образом а еще одно откопал елки-палки кто бы мог подумать что тут дубасти его ребята пока он не в дупил чудо происходит ой-ой-ой-ой-ой-ой нифига себе у него огнемет я что-то не обратил на это внимание да свали ты уже со своим щитом наконец так а здесь у нас чего какая-то приблуда есть линза я думаю что он мне больше не понадобится если чё я силой тюлина воспользуюсь чтобы раздуть пески а вот этот меч я заберу чтобы его зачаровать тоже вот этой штукой опля 37 дамага ночи шикарно значит тут у нас что это нам не нужно я вот эти глыбы тут увидел и не думаю тут есть тайничок какой-то небольшой для меня до сундук еще или на нет но почему постоянно сюда встаю и падаю куда-то а там огонь там еще пройти дальше можно прикольно лук голема беспонтовый лук мне ничего не надо выкидывать у меня он тем более есть так хочу сюда пройти я хочу вот что сделать опля так и теперь запрыгиваем и пробегаем сюда копье геруда и от короче значит подумал я подумал что надо на один щит короче зацепить эту линзу их тут так много что возможно они нам пригодятся возвращаемся обратно в этот зал со светом и еще подумал что мне бы не помешало приготовить жрачки теперь значит доставим наш этот фонарик она туда так просто не получится попасть нужно вон туда вот зарядить для этого значит берем здесь просто его разворачиваем и поднимаем вверх вот она готова бежим вперед к новым же опасным приключениям же опасным потому что я же люблю на свою по 5 сыскать их храм грома уровень 1 честь ему уже на первом уровне о кольцо это же кольцо зал возвышения линк я уверен что наша плита с клинописью в городе указывала именно на этот храм значит та кому принадлежит загадочный голос должна быть здесь я узнаем сейчас она чем-то нам скажет про замки я больше чем уверен уже три раза такой проходил ну вот лифт сдох ого платформа начала подниматься но тут же опустилась обратно твоя подруженцы из прошлого чё ты хочешь сказать риджу потомок мой потомок этот механизм подсоединен к вершине святилища используй силу заряди четыре источника энергии и механизм заработает ну вот я же говорил но только не замки а зарядить какие-то двигатели следуй моим указаниям сейчас мне точно не почудилось этот голос обращался ко мне голос сказал что я должна зарядить с помощью моей силы четыре источника энергии монстр с которым мы бились раньше укрылся на вершине этого храма а гос сказал что механизм тоже подключен к вершине храма если это правда то сделаем так как советует голос и сможем загнать монстр в угол и поймем кто и зачем ведет нас линк помоги мне подняться на самый верх сначала мы последуем совету голоса и поищем четыре источника энергии нет проблем схема отработанная отполированная я бы даже сказал так вот эту штуку надо убрать и поток ветра меня поднимет наверх полетели и у ху а не что там link я проверим это мы на каком этаже это вот еще буду знать не попадешь даже грелан попадешь минус механизм так тут есть что-нибудь он лазер вижу ну в смысле это линза вот смотри их тут короче передвигать можно по этим рельсам тюлин 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 иди сюда иди сюда вот это сдуй мне базе до короче я так полагаю что на этом этаже делать нечего нам нужно пониже спуститься я так предполагаю что вот еще линза так и чушь нам делать то там ничего там не пробраться туда где проходы есть ищем проходы вот проход есть значит идем сюда так здорово у тебя тоже такой же щит есть прикольно юнобу вдарим у давай бей бей юнобу елки-палки да кто-нибудь тащить ему уже сзади вот у чунгачкуки вот реально во риджу хоть что-то нифига себе вот это прилет что у меня за отряд тормозов и здесь удачи с тобой разберусь нет это плохо получилось так мне нужно от тебя сейчас начальник готов а дальше мне нужно слово вас там двое уже появилось так с этим нормально все вот командная работа пошла где у раньше то были вот это раскидывание называю ну вот это дела вот это я понимаю отряд а не то что до этого было чем этот делаем значит нам надо проникнуть туда внутрь и там что-то активировать сейчас вокруг похожу посмотрю короче сюда можно спуститься через верх там он жерло огня о смотри короче каменюк можно вытащить на первом этаже до елки туда ну наконец-то мы к первому этому светочу прошли вся мы зарядим только риджу елки-палки дети носят не сюда а уже шлепай сюда вот мы добрались на третий этаж но здесь тупик 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 но есть вон там вот ворота в которые как но они закрыты туда не пробрать о опа вон кажись проход ну-ка пойдем сгоняем точно кто-то тут уже кто-то тоже подбил меха забираем его остатки и нам теперь сюда так секундочку минуточку может быть давай назад отлично как интересно слушай а вот и свет кстати а вот и свет который нам нужен сейчас мы тут все под настроем только чтобы все двигалось одинаково вот все теперь будет цвет проникать сквозь вот это кольцо когда будут появляться пробелы она будет светить его вон туда правильно же вот светит этот цвет попадает на линзу который открыт нам ворота а там еще на следующий попадает ждем света кнопка оки-токи сейчас я нажму топля а еще тайный ход тайный лаз ничего себе дальше не пройти не можно пройти слушай ой не то нажал значит просто сделаем вот так вот посмотрим что с камнем будет во и все пошли здесь нужен свет ну смысле электричество тут у нас привет пока я вот сюда зайду лучше там злобный робот ждет нас а но эти штуки нужны для того чтобы вот так вот делать хочу сюда короче робота позвать робот иди сюда иди подойди ко мне а он лучник ёлка палки лучник ну ладно хотел его расплющить вот этими штукой о братва ребятки идите сюда мне вам помощь нужно они сюда не пройдут наверно ладно я сам справлюсь итак там у нас внизу свет но кнопка тут закопано нужно ее раздуть а для этого мне понадобится тюлин мы сейчас сделаем тут вот такую вот штучку вот так вот мы будем ходить все ребят пошлите вот тут проход огромный здоровенный елки-палки тюли ну чё ты тебе особо приглашение нужно что ли иди сюда вот это вот задавай но молочек она тут шибко то ничего и не было и как же тебя открыть то ухты сегасит а вон она чего он ну как так 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 свет нам нужно направить сюда я думаю я это сделал при помощи своего щита совсем стану вон туда направим а не хватает времени тогда мы возьмем с тобой кол вот этот вот и просто при помощи него сейчас стеночку сюда вот поставим вон поставил и теперь мы можем спокойненько светить готово ну а сверху там все просто телепортируемся мы же можем туда телепортно и здесь нам нужно просто свет направить в ту сторону получается правильно а может и снова моего щита хватит блин какой тупица там камни бросил прямо напротив линзы елки-палки наверно это я ладно ставим отражатель пока сюда так надо уровень то поставить правда я вот так вот поставим это мы убираем вуаля все открыли риджу ну конечно все ловушки тоже деактивировались шипы остановились путь свободен пошли шандарахнем молнии еще два осталось ну выходит что нам теперь только на какой а это мы были сейчас на четвертом уровне ясно а нам то надо на третий вот он третий уровень и чего и как и где здесь можно пройти или зайти куда-нибудь короче притащил отражатель поставил вот таким вот образом надежде на то что он попадет туда куда куда получается слушай ну-ка я должна получиться на 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 есть что-то открылось конопочка отлично пойдем и я нажмем а а тут грибы ничего себе зал дарованного света подал а здесь дофига ничего себе а че так много то так риджу 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 ты где там мне нужна твоя сила чтобы чтобы вот это вот все блин меня убили риджу все из-за тебя готово с ними разобрались это здорово кстати а как они отреагируют на электричество в смысле мехи щас 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 я вот сюда шандарахну о да нормально они отреагировали им дамажут че почти раскидали тут всех давай молнии щас шлепнем интересно как сюда молния попадает мы же в храме тут неба то нет ну усал вроде бы со всеми разобрались теперь можно спокойно подумать что нам нужно сделать здесь я так полагаю что вон там вот наверху есть линза в которую нам нужно попасть но мы мы сделаем все проще сюда активируем вот эту левитирующую панель и поднимаем ее наверх теперь залазим сюда ну да линза здесь у нас ага перебрался к линзе и теперь смотри что делаем вот таким вот образом поднимаем ага и нужно прикрепить линзу так батарейка заканчивается сейчас левитирующие панели упадут но это не страшно угу упали мы их поднимем потом обратно причем очень легко делаем вот так вот и поднимаем все это дело назад вот вот и все и запускаем готово готово теперь мне нужно все это дело подтащить сюда или даже не подтащить а взять сверху линзу просто вот таким вот образом и теперь крепим ее снизу вот таким вот образом а даже крепить не надо было ура остался один источник энергии на четвертом этаже появился луч света откуда откуда он идет то вообще покажите мне а вот откуда ничего себе ого ого-го а тут что у нас здесь есть пару линз которые нам пригодятся скорее всего и сейчас мы будем направлять этот свет куда он дальше падает туда а мы сделаем вот так вот есть это он куда попал в ту линзу которую мы открыли читерским способом так мы тогда сейчас сделаем вот что мы сейчас возьмем вот эту линзу и прикрепим ее сюда чтобы вниз туда ничего не светило вот а нет вон туда нам нужно попасть ну сейчас проверим получится у нас это или нет о получилось я здесь нажимаем кнопочку и получается отсюда мы должны спрыгнуть через жерло этих вот да вот это вот это вот это вот все надо сейчас будет пролететь аккуратненько в принципе тут уже можно пикировать я думаю оба вот вот мы здесь вот мы здесь открываем дверцу риджу вбегай сюда где риджу то вот она наконец добежала с ними короткими ножичками погнали уже последний аккумулятор зарядим вновь 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 и вновь линк все источники энергии заряжены теперь механизм в центре должен запуститься вновь линк Что это? Блин, кажется механизм пришел в движение Так поехали Ого, что-то там светится Храм Грома, уровень 7 А что, еще будут уровни? Не, это максимальный Нам просто надо разбить этот кокон Смотри, сколько света Тут будет битва с Бозом Ну привет снова Линк, пора разобраться с ней Какая же она противная Ей некуда деваться Надо загнать ее в угол Я знаю, что делать Но сперва надо пожрать Хорошенечко так пожрать Вот, а теперь нужна твоя сила И, и, и Так, это нам не страшно пока что Страшно Я, короче, хотел вначале в грибы стрелять Стрелять Но, по-моему, если Надо в нее стрелять В эту гадину На деле Поэтому мы будем Дубасить ее так Так, надо сзади, 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 сзади Обегаем, обегаем, обегаем Отлично Не приближайся к нему Меч сломался Это плохо Берем этот меч Так, кто мне там? Воду, 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 воду Так, вихрь будет сейчас, нет? Обегаем, обегаем, обегаем Вот, все хорошо Дубасия! Меч сломался, елки-палки Чем еще дубасить-то ее? Копьем? Давай, погнали Жарим, жарим, жарим ее, ребята Хорош дамаг вы ей нанесли Ваши нормально Вот теперь грибы пойдут, да? Все, и вот видишь, сверху луч света И мы сейчас будем Давай, давай, давай Блин Ай! А, песок, смотри снизу, как песка-то много стало Е-мое Давай, жарь! Так И вот свет теперь появился Смотри, как они за мной бегут Можете как-то использовать этот свет? Давай, попробуем Вот они прям под этим светом жарятся Смотри Хорош И ты тоже сжаривайся Что-то как-то плохо они сжариваются, конечно Но Тем не менее, это что-то как-то работает Копье, 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 копье Надо заменить вот этим вот Так, дальше О, летуны пришли Он ко мне сюда поближе-то не подойдет Воу-воу-воу-воу-воу Нифига себе, он что, на потолке, что ли? А, вон она где сидит Хорошо, сейчас мы ее собьем На тебе Попалась Гадина Куда она упала-то? Куда она упала? А, воу-воу-во, риджу-риджу-риджу Риджу-риджу И сюда Есть еще одно Ништяк Надо с грибами, короче, сперва разобраться Потом это Всех кромсать Всех кромсать или не кромсать Там разберемся Риджу, иди сюда Вот Есть Ништяк Последний остался Грибочечек Ты там как? Сил набралась? Готово Все, грибами разобрались Надо пожрать А то я сейчас сдохну нафиг Так, еще сил дайте мне Защита от жары Ну ладно, пускай будет защита от жары Пойдет Так Ну вот и все Теперь осталась череда За большим жучком Ух ты, елки-палки Он тут на меня прыгнул Прям на меня несется Жопа Да, последний гриб одолели Одолели, одолели Свет, свет, свет Срочно на нее Есть Попадание есть Так, пошли теперь добивание мутить Главное, чтобы она меня сейчас не добила Ой-ой-ой-ой-ой-ой Сколько вихрей-то Вихрей Оббыкаем все это Оббыкаем Бистренько Бистренько Так, мне нужна вода Вода, 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 вода Так, берем теперь вот это копье Все, погнали Ой, снова вихрей Снова вихрей Ах, хорошо, что на мне был щит Прям хорошо Скорей, скорее, 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 скорее Дубасить, дубасить Дубасить, банда ее Ой-ой-ой, убегаем Так, нет, не убегаем На тебе Успел Успель Так, щит защитил Хорошо Теперь бежим дубасить Ну же Лупим ее, ребятки Быстрее лупим Банда дубасить Елки-палки Чутка осталось Ну, е-мое Ой-ой-ой-ой Он психанул Он психанул Блин, промахнулся Е-мое На Куда он улетел Балим, 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 балим А то накроет Так Буквально одна стрела осталась О, со стрелы Бахнул его Я официально заявляю, что это самый сильный босс Для меня КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Риджо, мой дорогой потомок. Этот голос. Так это ты все это время говорила с нами? Я твой далекий предок. Воин Герудо, служивший первому королю Хайрула и мудрец, управлявший молнией. То, как ты сражалась и управляла молнией, впечатляет. Ты мой достойный потомок и гордость Герудо. Этого монстра прислал король демонов. Песчаная буря – дело его рук. Он должен был помешать тебе заполучить заветный артефакт. Тайный камень. Король? Камень? Да. Тебе придется иметь дело с обоими. Слушай внимательно мой рассказ о войне, заточении и судьбе нашего народа. Это произошло в далеком прошлом. Вскоре после основания Хайрула. Король демонов напал на королевство и его мирных жителей. Он был беспощаден. И он был вождем Герудо. Жажда власти погубила его и превратила в монстра. Первый король Хайрула, Рауру, вместе с шестью воинами, решил дать ему отпор. Рауру вручил нам тайные камни для битвы с королем демонов. Эти камни усиливают способности их владельцев. Будучи мудрецом Грома, я тоже получила такой и ринулась в бой. Но Ганандорф был слишком силен. Даже мои молнии не помогли. Его было не одолеть. Король Рауру осознал, что нам не победить короля демонов. Он пожертвовал собой, чтобы заточить его и положить конец битве. Война, заточение. Чуть позже Пришла одна из шести мудрецов. Мудрец времени. И дала нам задание. Ганандорф Заточен не навечно. Без особой силы Линку Будет с ним не справиться. Прошу, дайте ему силу Геруда. Силу Управлять молниями. И в этот момент Все было решено. Одолеть Ганандорфа Наш долг. Мы Несем ответственность За то, что он появился на этот свет. Клянусь Когда Ганандорф вернется Мудрец Грома пробудется вновь. И я Сражусь бок о бок с Линком. Я все рассказала О войне, заточении И судьбе нашего народа. Ты спасла город Геруда. Но король демонов Он обязательно вернется. Риджо Прошу тебя Возьми тайный камень И исполни мое обещание Мудрецу Времени Сразись бок о бок с Линком Против Кроля демонов Биться с тобой Бок о бок Моя судьба Предводительница Мудрец И теперь Твоя соратница А мне нравится Я не позволю Королю демонов Захватить мир Я приму Тайный камень Я мудрец Грома И сейчас Ты увидишь Что я могу Линк Дай мне руку Я Риджо Мудрец Грома Обещаю быть с тобой в бою Это Слепит мою клятву Слепит мою клятву Моя сила В кольце И она всегда Будет с тобой Похоже Я наконец Верну тебе долг Ну что Вернемся в город Вернемся в город Вернемся в город Девушки отдыхают О! Мы все еще ничего не знаем о том, где могла бы быть принцесса Зельда Это не совсем так было Со мной произошла нечто странная ситуация И это связано с Зельдой Когда я взяла тайный камень Мудрец времени, о котором говорила мой предок Выглядела точь в точь как Зельда То, что это как-то похоже Не объясняет случившееся С другой стороны, Зельду видели в разных частях Хайрула И она творила зло Наша Зельда невероятно похожа на ту Что мы видели во времена моего предка Если она действительно оказалась в прошлом То кто такая эта Зельда в настоящем? Мы должны разгадать эту тайну Линк Хотя нам больше не угрожает Ни гибда, ни песчаная буря Пока что я не могу уйти В городе нужно еще много чего сделать Но я обещаю тебе Мы займемся поисками Зельды в этом регионе Предоставь это нам Моя сила мудреца будет с тобой И я клянусь, что сделаю все, чтобы помочь тебе Редактор субтитров А.Семкин